Привет, добро пожаловать на канал Инфорум ТВ. Роль красотки Вирджинии в прекрасной картине «Ищите женщину» превратила Елену Денисову Радзинскую в настоящую звезду. Именитые режиссеры стали буквально заваливать актрису предложениями, и казалось, что вот она, удача уже в руках. Но случайная встреча изменила всю ее жизнь. Ира всегда была стеснительным ребенком и даже не смела бы мечтать о карьере актрисы. Родители рассчитывали, что дочь – будущий биолог, и поэтому на семейном совете приняли решение, что отнесут документы в МГУ. Но Лена тайно за компанию с подружкой отправилась в ГИТИС и, к своему удивлению, поступила. Она при этом частенько сомневалась в выборе профессии. К счастью, на четвертом курсе актрису утвердили на роль в нашумевшей картине «Ищите женщину», и Ира поняла, что все эти годы училась не зря. На тот момент она уже собрала приличную сумму денег. К тому же ей безумно нравилось работать в кадре. Она стала сниматься в эпизодах и, конечно же, сорить деньгами и знакомиться с мужчинами. Спустя некоторое время звезда экрана выходит замуж за одногруппника Игоря Денисова. Но разность взглядов на жизнь привела к разводу, даже несмотря на появление сына Тимофея. Немного позже Лена знакомится с Эдвардом Родзинским. Писатель-сценарист был старшей артистки на четверть века и был известным сердцеедом. Но чем больше Лена узнавала Эдварда, тем больше она понимала, что мыслят они одинаково, да и Родзинский тоже влюбился. Он был готов бросить все к ее ногам, но жениться не торопился. На самом деле он боялся, что Елена быстро заскучает, ведь разница в возрасте у них огромная. Он просто не хотел показаться смешным, когда будет просить у нее руку и сердце. Но спустя некоторое время Эдвард поборол свои страхи и сделал предложение. Лена мечтала принимать дома друзей, но Родзинский был против. Он много работал, а его труд требовал уединения и покоя. Единственное, что омрачало их счастливую жизнь – отсутствие детей. К тому же ее сына муж не принял, и Тимофей жил у мамы. А вскоре актриса встретилась с Аидом Баговым, и их разговор о Библии поменял ее кардинально. Она начала отказываться от съемок и часто посещать церковь. И супруг ее выбор, кстати, одобрил. Уже много лет актриса ведет активную жизнь при московском храме, устраивает обеды, фестивали, направленные на помощь людям, страдающим от алкогольной зависимости. В общем, от мирской жизни она постепенно удаляется. А вы помните красотку Вирджинию? Если и да, ставьте лайк, не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!